На клумбе росли нарциссы. Они раскрывались по утрам, они тянулись к солнцу. Они обсуждали вместе температуру и влажность земли. Они любили поговорить о трудолюбивых пчелах и к вечеру постепенно закрывались и отходили ко сну. Только один нарцисс наблюдал за звездами. Он открыл это совсем недавно и каждую ночь углублялся вот в это прекрасное зрелище. Звезды, как красиво они освещают мир. И однажды он решил поделиться со своими братьями, нарциссами. Он начал им говорить, как красиво, там звезды, там созвездия. Они говорят лучше бы ты вообще об этом не говорил. Это приводит к какой-то смуте. Они начинают тебе верить, они не знают, что ты просто преувеличиваешь. Вот со временем он прослыл таким знаете фантазером и сам тоже смирился с этим. Он уже никому ничего не доказывал. Он просто говорил, да, да, это действительно был сон, но сам продолжал наблюдать и любоваться небом. И действительно, кто может поверить в мечту, в какую-то звезду? Для этого он должен всего лишь не заснуть и поднять свой взор наверх. В нашей жизни очень часто все соответствует словам царя Соломона. В книге Куэллет. Все суета, суета, сует. И нет ничего нового под солнцем. Человеку свойственно привыкать. Наша жизнь рутина, и она очень часто приводит нас в тупик. Нужно поверить, что есть мир, который над солнцем. И этот мир символизирует собой мечту, цель, достижение, амбиции. Нужно просто не заснуть в какой-то момент. Просто не привыкать к какой-то рутине. Дамы и господа, часто наши идеи не поддерживаются другими. Мы остаемся в меньшинстве. И это не говорит о том, что мы не правы. Или мы не добьемся. И всегда есть исключение. Только нужно в это верить. Для того, чтобы верить, нужно посмотреть наверх. Даже может быть выше звезд. Вот сквозь звезды увидеть какой-то момент удачи, который улыбнется нам, если мы схватимся за него. Пример этого нарцисса многие гении этого мира. Многие люди, которые действительно добились многого. Они были исключением. Над ними смеялись, называя их фантазерами. Но в конце концов прошла жизнь. И те, кто смеялись, они убедились, что все это работает. Не случайно наши мудрецы пишут, что без помощи небес ничего не получится. В 1953 году доктор Салк изобрел вакцину против полимиолита. Потом, уже в 90-е годы он вспоминал, что его никто не воспринимал. Все смеялись, называли его фантазером. А он изобрел вакцину против смертельного вируса. Когда вы ставите перед коллективом задачу, в большинстве случаев они воспринимают ее как несерьезную. Иногда в штыки. Иногда соглашаются со скептическим настроением. И здесь от вас зависит железная выдержка и движение к цели. Люди воспринимают любое открытие, любую идею как чудо. Как в свое время евреи, которые стояли перед морем и не понимали, как оно может раскрыться. Мы с вами тоже читаем эти строчки и не понимаем, как вот это море раступилось. А Мой Шарабейн, который надеялся, знал, что есть небеса, он устремил свой взгляд наверх и сказал вперед. Единственная возможность заставить всех поверить и включиться в эту идею, это хладнокровно продолжать свою миссию. И Всевышний поможет вам. Шалом-шалом. Спасибо.